Добрый вечер! Вы смотрите прямой эфир на телеканале Видное ТВ. Вопросы, связанные с миграционной политикой, приобрели в настоящее время большую актуальность. Сегодня в студию мы пригласили заместителя начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Ленинскому городскому округу Юрия Георгиева. Юрий Анатольевич, познакомьте нас вообще с обстановкой миграционной в Ленинском городском округе. Как обстоят дела? В настоящий текущий момент в Ленинском городском округе миграционная обстановка стабильная. На сегодняшний день на миграционном учете в Ленинском городском округе стоят около 30 тысяч иностранных граждан. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество? Нет, по сравнению с прошлым годом у нас количество постановки на миграционный учет уменьшилось, наоборот. В этом году поменьше. Какая вообще проводится работа по выявлению лиц, нарушающих миграционные законы? Сотрудниками полиции, в том числе и сотрудниками ОВН, проводятся мероприятия, направленные на выявление нарушения миграционного законодательства. То бишь, проверяются строительные объекты, хостелы, гостиницы, проверяются квартиры, на которых стоят на миграционном учете иностранные граждане. На основании проверок принимаются решения, составляются административные протоколы как на иностранных граждан, так же как на юридических лиц, которые нарушили правила миграционного учета. А по квартирам, в которых выявляются иностранные граждане, фактически не проживающие, но стоящие в этих квартирах на миграционном учете, возбуждаются в отношении собственников квартир уголовные дела, предусмотренные незаконной миграцией. С какой регулярностью вообще проходят такие мероприятия? Сколько сотрудников участвует? Ну, количество сотрудников как бы все время разное, как бы по количеству не скажу, он так постоянно, еженедельно, так скажем, проводятся мероприятия по линии незаконной миграции. Выезжаются на объекты, проверяются, как бы вот так вот, строительные площадки и квартиры. Также участковые тоже ежедневно как бы проверяют адреса по фиктивной постановке на миграционный учет иностранных граждан, то бишь это частный жилой сектор. Юрий Анатольевич, расскажите, что должен делать работодатель, если привлекает на работу иностранных граждан? Работодатель, когда принимает иностранных граждан, он в течение трех рабочих дней должен заключить трудовой договор и в течение трех рабочих дней уведомить орган ОВМ территориальный, что у них работают иностранные граждане. В течение трех рабочих дней. Какие-то вот нарушения будут у работодателя? В том случае, если работодатель принял на работу иностранного гражданина и в течение трех рабочих дней не уведомил орган ОВМ, то в данном случае в действиях работодателя организации предусмотрено наказание по главе 18.15 КОАП РФ за несвоевременные уведомления. В этом случае предусматривается наказание работодателя за одного иностранного гражданина от 400 до 1,2 млн штрафов. Как иностранцы должны вставать на миграционный учет? Какая должна быть схема действий? Иностранные граждане по прибытию на территорию Российской Федерации в течение 7 дней с даты въезда в страну должны встать на миграционный учет. То бишь тут граждане Таджикистана, Узбекистана это 15 дней со дня въезда, граждане Армении, Казахстана, Кыргызстана в течение 30 дней должны встать на миграционный учет, граждане Белоруссии и Украины 90 суток. А работодатель должен ли ставить на миграционный учет? То есть он имеет такое право? Фактически, да. Работодатель имеет такое право. Если иностранные граждане как бы осуществляют в организации, там же как бы и живет, работодатель ставит их на миграционный учет по своему адресу, по месту осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина. Данные действия предусматривают законы. Может, хотите какую-то информацию еще бы добавить? Может быть, что-то появилось, какие-то новые законы вот с этого года по миграционной политике? Миграционная политика с каждым годом как бы ужесточается, ужесточается. В принципе, таких сильных изменений нет. Тогда перейдем к такой теме, как оформить загранпаспорт. Сейчас также можно оформить загранпаспорт на 5 и на 10 лет. Да. Куда следует обратиться? Так. Гражданин может обратиться за оформлением заграничного паспорта на 5 и на 10 лет в любом подразделении отдела по вопросам миграции, независимо, как бы, по месту фактического нахождения. Ну, от этого зависит опять срок изготовления заграничных паспортов. Либо они могут подать через МФЦ, либо через портал, единый портал госуслуг, через личный кабинет. По времени, то есть сроки можете назвать? То есть есть какие-то определенные? Сроки определенные как бы есть в течение месяца и дотавливается заграничный паспорт в течение месяца. То есть задержать они не имеют права? Да. Ну, если человек с другого региона, тогда уже срок до трех месяцев у нас предусмотрен. Вот только вопрос. В связи с новыми правилами, которые вступили в силу с 1 марта 2024 года, что надо делать родителям, чтобы в свидетельстве о рождении ребенка поставить отметку о российском гражданстве? Где и как это сделать? Это также можно обратиться в любой миграционный пункт по месту фактического нахождения, по месту жительства, в любой миграционный пункт. Обращаешься с заявлением, как бы оригинал паспорта родителей, копии документов, свидетельство о рождении. Сотрудник обрабатывает, также ставит штамп после обработки. Свидетельство о рождении. Юрий Анатольевич, а есть ли какие-то вообще вопросы, которыми чаще всего обращаются к вам жители? Можете перечислить, с какими вообще сталкиваетесь проблемами? Честно, проблем очень много. Очень часто обращаются жители также. Жителям также приходит по почте уведомление, что какой-то иностранный гражданин нарушил, например, правила дорожного движения. И они к нам, в отдел по вопросам миграции, естественно, обращаются. Как так пришло письмо, он у нас никого здесь не зарегистрирован, никто не живет. Такие случаи тоже бывают, к сожалению. Вы можете дать информацию? Информацию данным гражданам, если они обращаются, мы даем данную информацию. Но если соседи обратились, мы смотрим, проверяем по базе, мы можем дать информацию, что действительно поставленный миграционный учет в этой квартире живут иностранные граждане. Если информация не подтверждается, мы выезжаем в адрес, оформляем эффективную регистрацию, если иностранные граждане в данном адресе не живут. То есть соседи также могут к вам обратиться, имеют полное право, чтобы вы разобрались в ситуации. Они также могут в участковый пункт полиции спокойно обратиться, как бы участковый тоже выйдет, проверит данный адрес. Юра Анатольевич, спасибо большое за информацию. А я напомню, что у нас в гостях был заместитель начальника отдела по вопросам миграции МВД России по Ленинскому городскому округу Юрий Георгиев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова